С любовью о бизнесе. Гости форума с таким названием поучаствовали в дискуссиях, мастер-классах по организации структуры предприятия, ораторскому мастерству и продвижению собственного бренда. Главным спикером форума стала московская телеведущая и стилист Лина Дембикова. Она рассказала о том, какие бизнес-стратегии сейчас актуальны, как открыть свое дело с нуля и привлечь инвестиции. Сегодня будем по большей степени говорить про кейсы. Будем на примере других бизнесов, которые работают в нашей стране, разбирать примеры, смотреть, актуальны ли они для вашего региона, актуальны ли для вашего бизнеса. Потому что я думаю, что аудитория разноплановая, это разный сектор бизнеса. Но женщины обычно занимаются социально значимым, добрым, важным бизнесом. Поэтому очень хочется им помогать развиваться. Своим опытом на форуме поделилась и Наталья Зимцова. Она ведет семейный бизнес по производству продукции из целебных трав. Она считает, что совмещать бизнес и семейную жизнь просто, если вкладывать в любимое дело душу. Если вы чувствуете в этом свое предназначение, вы чувствуете энергию работать и совмещать, то, пожалуйста, это несложно. Это идет от сердца, от души и с удовольствием. Никогда не самоустраняюсь. Наоборот, всегда в курсе событий стараюсь быть. Наша компания тоже старается соответствовать и всем тенденциям, и современным экономическому состоянию в стране. На форуме обсудили организацию бизнеса, инвестиции, профессиональный и духовный рост, а также рассказали о том, как совмещать быт с бизнесом и оставаться при этом женственной, творческой и энергичной. Новый формат такой, более масштабный, сделать для них именно с содержанием, которое им интересно. Не только про бизнес, здесь и про гармонизацию отношений между бизнесом и семьей, собственную мотивацию, где ее найти. Для тех, кто только начинает вести свой бизнес, это была встреча, где они смогли подчеркнуть новые знания и вдохновения. Для женщин-предпринимателей, которые ведут свое дело уже долгое время, это прекрасная возможность поделиться опытом. Толли Фукс, Новости.